Девушки отдыхают Клодина, я живу в Монтеньи, но умру я, вероятно, не здесь. Он и вас сделал своим литературным рабом. Вот это слишком женственно. Больше пикантности, меньше литературы. Еще ни одна ваша книга не расходилась так быстро. И знаете, кто ее покупает? Юные девушки. Правда? Удивительно, да? Весь Париж только и говорит о том, как гениален ваш муж. Клодина! Думаю, Вилли взял ваши школьные истории за основу романа о Клодине. Да, думаю, мой небольшой вклад там есть. То, что ты сделала, очень важно. Ты дала голос всем девушкам, входящим во взрослую жизнь. Кто рассказал тебе? Чтобы понять, достаточно было. Просто тебя встретить. Он не ровно к тебе дышит. Твоя ревность неуместна. Его жена показалась мне намного интереснее. Нам не нужен такой риск? С каких пор ты стал думать, что скандал – это плохо? Боже, во что ты вырядилась? Новый роман о Клодине. Опубликуем его под двумя именами. Это не обсуждается. На книге должно быть мое имя. Нет. Это настоящая бомба. Если она взорвется не вовремя, а оторвет нам наши чертовы головы. Пиши! Выпусти меня! Ты делаешь мне больно снова и снова. А потом говоришь, что так поступают все мужчины, и считаешь, что это тебя оправдывает. В этих книгах все мои мысли и чувства – это была я сама. Ты нашел меня, когда я ничего не знала. Ты лепил из меня то, что тебе было нужно. И думал, что я никогда не смогу вырваться. Но ты ошибался. Сожги это. Все, сожги. Меня зовут Калет. И рука, что держит ручку, пишет историю. Калет. В кино с 29 ноября.